Привет, мои сладкие! Привет, мои хорошие тигретки! Сегодня с вами снова я, Тигранадия. И сегодня у нас совместная коллаборация с Лилией Ло. Мы давно думали с Лилией какое бы видео совместно снять, и, не знаю, ничего в голову существенного не приходило. А сегодня почему-то мы так решили и захотели сделать такой тэг, можно, наверное, сказать, силы макияжа. Вот, я считаю, что это очень интересная тема видео. Тем более вы очень давно просили меня снять видео с макияжем. Сегодня будет немножко необычное такое бьюти-видео. Если еще кто-то не знаком с вот этой вот темой модной на сфере бьюти-каналов, силы макияжа, то есть нужно показать, насколько силен макияж, да? То есть я буду кресить только одну половину леса. И буду кресить я вот эту половину леса, вот. Ну, я думаю, что вот эту красноту в основном я перекрою, покажу, как хорошо перекрывает то или иное средство. Итак, все свои средства я буду показывать в следующем кадре, перед тем, как буду их наносить поближе, чтобы все могли красиво разглядеть, рассмотреть, вот. Хочется мне отказаться от того, чтобы вот так вот показывать средство, потому что, в принципе, особо-то ничего и не видно на таком расстоянии, поэтому я подумала, что разумнее будет показывать совсем близко. Вот. Я пользуюсь уже давненько, с осени, вот эта тональная основа, это Catrice HG Liquid, вот. Я считаю, что это самая лучшая тональная основа за последнее время вообще из таких вот бюджетных вариантов. Я наношу ее прямо на кисть. У меня кисть Sigma, вот. И я считаю, что это тоже лучшая кисть. Я беру такую более пористую кисточку, менее надутую, F80, вот. И эта кисточка мне безумно нравится, потому что она очень легкое покрытие делает. У меня есть вторая, более плотно набитая. Она делает плотное покрытие, соответственно. Ну что, думаю, разница уже видна. Вот так вот я наносила тональную основу. Ровно по середине. На лоб я наношу всегда меньше, потому что там не требуется покрытие. Вот. И я просто припудриваю больше на лбу, чтобы убрать вот этот вот блеск. В этом месте у меня всегда блестит кожа и блестит вот здесь над бровей. И едем дальше. Хочу теперь нанести такой же консилер. Как и тональная основа. Только немного в некоторых местах. Более так перекрыть какие-то участки. Я вообще хотела нанести его сначала под тональную основу. Но с вами заболталась и забыла. Вот. В некоторых таких вот местах я нанесу. И еще одной кисточкой от Sigma. Это у нас P82. Все это растушую. Итак, едем дальше и будем наносить пудру. Вот. И я хочу некоторые участки лица сделать более матовыми. Вот. И более такое бархатистое покрытие. Пишу возьмем немножко бронзера. и сделаем вот здесь вот такой контур небольшой. Субтитры делал DimaTorzok 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 Итак, я закончила лицо. Как вы можете заметить. Урмянок, контур, хайлайтер, все это я нанесла. Вот. И абсолютно другое лицо сразу становится. Правда? Как-то преобразует. Вот, я люблю макияж за это, за то, что он даёт возможность варьировать самые разные-разные макияжи и вообще варианты, и делать всё, что угодно, вот, и мне нравится то, что я могу сделать с собой всё, что мне нравится. В общем, что я хотела сказать, я макияж люблю за то, что из-за себя такой сонный, либо заболевший, либо с высыпаниями какими-то, да, и пусть не идеально, я могу сделать просто, не знаю, конфетку, да, если так, грубо говоря, вот. И любой комплекс свой и любую неуверенность в себе я могу скрыть за самым любым макияжем и сделать себя такой, какое у меня сейчас настроение. Пусть это рок, пусть это классика, да, пусть это, не знаю, просто что-то весёлое или вечернее, всё что угодно. И я могу стать той, кем мне хочется. Может быть, образ какой-то актрисы, может быть, какого-то известного человека, может быть, там, не знаю, существа того же самого, да, или персонажа из фильма, из книги. И это творчество, и просто макияж это для веселья и для поднятия самооценки, для радости, для развлечения. И не нужно сильно этим увлекаться, и не нужно забывать, кто-то есть на самом деле. И макияж, он должен помогать любить себя, но не должен быть ежедневной основой любви к себе. То есть вы должны любить себя такими, какие вы есть, вы должны любить свою внешность за то, какая она есть, какая она подарена вам природой. Просто помните, что с косметикой, без косметики вы всегда прекрасны. И делайте то, что вам нравится, делайте всё, что вам захочется, никогда не слушайте никого. Любите себя и принимайте себя такими, какие вы есть на самом деле. Не нужно под кого постараться, не нужно краситься, если вас просят краситься, да, даже ваши мужья, парни, кто угодно, да, и говорят, что без косметики это страшно, типа лучше с косметикой. Не слушайте этих людей, делайте то, что вам нравится. Будьте тем, кем вы хотите быть, какими вы себе нравитесь в первую очередь. Всё остальное чужое мнение и общественное, оно не важное. Важно то, кто вы сами для себя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вот, а здесь, конечно, у нас всё такое красивое, бежево-розовое, вот, и ровное, почти не видно высыпаний. Если только очень близко посмотреть, то можно будет в некоторых вот таких местах увидеть небольшие бугорки. Вот, затем контур. Немножко щека стала уже и более вытянутой. Вот, я никогда не славилась большими глазами, потому что у меня всегда были большие щёки. И за счёт моих щек мои глаза кажутся меньше. Вот, но, что я сделала? Я нанесла свою любимую стрелку, сделала такой нейтральный оттенок теней. Здесь у нас идёт розовый перламутровый оттенок. В складке века я сделала такой более бежево-розовый оттенок, который не очень виден, но он красиво сглаживает всё остальное. Здесь я нанесла больше таких блёсток, бело-золотые, чтобы как-то подсветить вот этот внутренний уголок, сделать крупнее. Вот, стрелкой я вытянула глаз, и за счёт этого, и за счёт больших длинных ресниц от моей туши, да, то, что получилось так, глаз вытянулся. Бровь, где она у меня не растёт, то есть я её где-то на несколько миллиметров удлинила. Вот, по-хорошему надо было ещё вот досюда её как-то дорисовать, да, но я не такая смелая, я ещё и решаюсь на то, чтобы настолько, на целый сантиметр увеличивать себе бровь. Переходите все на канал Лили, я думаю, она сняла не менее крутое видео, вот, я думаю, что её вариант ещё интересней. И обязательно напишите внизу, какая из сторон выглядит лучше, с косметикой или же без косметики. Итак, теперь вы можете увидеть разницу поближе, вот так вот я выгляжу с косметикой, да, и вот так вот без косметики. Как вы можете заметить, глаза очень, очень разные. Напишите внизу, что вам больше нравится, мне нравится и то, и то, конечно, себя любить надо. Ну, конечно, с макияжем прикольное, потому что можно почувствовать на себе другой образ. Из-за этого переходите по ссылке внизу на Лилин канал. Надеюсь, вам понравилась наша коллаборация и наша совместная работа. Беселую обнимаю и до новых встреч, пока-пока!